В структуре экспорта полезные ископаемые долгие годы занимали и до сих пор занимают ключевые позиции. Высокие цены на энергоносители не способствовали изменению ситуации, то есть дорогой рубль, нефтегазовые сверхприбыли и, соответственно, легко доступный импорт. Эффективно подавляли ростки альтернативных сценариев развития. Нашу неподготовленность к изменениям общемировой экономической конъюнктуры российский бизнес ощутил уже в конце прошлого года. Потом мы хорошо чувствовали эту ситуацию буквально сейчас, в конце прошлого месяца, когда цены на нефть прогулялись к 40 долларам за баррель. То есть буквально за один год ситуация радикально изменилась. Если несколько лет назад основным ограничением для роста компаний обозначался недостаток модернизированных производственных мощностей и в дополнение к этому высокие издержки за счет низкой производительности труда и дорогих трудовых ресурсов, сейчас компании впрямую столкнулись с проблемой сжимающегося внутреннего спроса. То есть объемов внутреннего рынка, а этот рычаг всегда был, наверное, основным стимулом для инвесторов в российскую экономику, как внутренних, так и международных, вот рычага внутреннего рынка теперь не всегда хватает для производителей даже в условиях курса на ограничение импорта. Поэтому наиболее дальновидные представители российского бизнеса уже успели произвести модернизацию своих фондов производственных, инвестировали в обновления, довели до ума продуктовые портфели и теперь становятся фактически потенциальными экспортерами, потому что конъюнктура сейчас действительно в пользу российского экспорта, есть конкурентоспособная в валютном выражении стоимость ресурсов. То есть по факту мы уже готовы предлагать свою продукцию не только внутреннему потребителю, но и зарубежному. На этом фоне наши предприниматели, которые раньше даже не думали про экспорт, дебютируют на зарубежных рынках, причем на рынках разных. И все равно при общей благоприятности сложившихся условий для развития экспорта мы находимся, конечно, в позиции догоняющих. Ну вот вдумайтесь, объем экспорта машиностроения из КНР составляет почти триллион долларов, там из 2,4 триллиона общего экспорта, а российский экспорт машиностроения меньше 30 миллиардов долларов. То есть мы проигрываем, причем не столько в качестве экспортивной продукции, я думаю, мы все знаем, что у нас есть продукты абсолютно конкурентоспособные, но мы точно проигрываем в продвижении своих товаров на зарубежной рынке. А нас там не всегда знают потребители за рубежом, у нас не сформирована необходимая инфраструктура. Поэтому сегодня, пользуясь возможностью этого круглого стола, я предлагаю обсудить те шаги, которые начали предпринимать буквально в последнее время для изменения сложившейся ситуации, попробовать найти вектор дальнейшей работы по улучшению условий для развития экспортоориентированных бизнесов и экспорта в целом. Я предлагаю построить дискуссию вокруг пяти ключевых направлений поддержки экспорта, которые, на мой взгляд, помогут нам сформировать общую систему развития. Во-первых, очевидный рычаг немедленной поддержки находится в плоскости налоговых и таможенных преференций для экспортеров. То есть даже компания с правильной стратегией и экспортным потенциалом может просто не дожить до реализации своих амбициозных планов, если не будут созданы условия, при которых этим компаниям будет что инвестировать в реализацию своих экспортных амбиций. Тем более текущая ситуация способствует проэкспортным решениям, в том числе изменениям законодательства, в том числе за счет того, что наше взаимодействие с ВТО сейчас существенно ограничено за счет нарушения прав Российской Федерации санкционным режимом в экономике. Второй блок – это предэкспортная поддержка. Это крайне важный блок. Он касается и организации оперативного, доступного финансирования внешнеэкономической деятельности, но это и целый комплекс мер по созданию конкурентоспособных продуктов. Третий блок – это организационный механизм поддержки экспортеров, то есть предоставление набора различных вспомогательных сервисов, информационных сервисов, и здесь речь идет о сокращении бюрократических процедур на российской стороне экспортного пути, системные сокращения и упрощения всей данной работы. И в рамках нашей дискуссии сегодня состоится презентация единого оператора по поддержке экспорта, российского экспортного центра. Я рассчитываю, что мой коллега Петр Михайлович Фродков расскажет о реализации этой работы, причем в режиме одного окна. Мы также должны обсудить условия для создания зарубежной инфраструктуры для экспорта. Я считаю, что необходимо искать перспективные ниши на зарубежных рынках, на них закрепляться, инвестировать в создание собственной производственной сервисной и торговой инфраструктуры. Мы об этом говорили недавно на форуме «Деловой России», и я считаю, что эта работа является принципиально важной. Мы должны заниматься продвижением товаров на зарубежном рынке. Еще раз, возвращаясь к приведенному ранее примеру растущего китайского экспорта, КНР стимулирует спрос на свою продукцию всеми доступными методами, включая активное кредитование покупателей. Так что масштабные ресурсы у нас должны быть зарезервированы в планах развития. Ну и пятое направление, которому, на мой взгляд, необходимо уделить пристальное внимание, это устранение барьеров на пути экспорта ориентированного бизнеса и его продукции. Потому что поддержка экспортеров может, что называется, обнулиться и не реализоваться за счет преград на таможне, за счет сложной, зачастую избыточно сложной сертификации большого объема необходимой разрешительной документации, сложности с возвратом экспортного НДС. Я думаю, что сегодня компании-экспортеры, которые здесь в достаточно большом количестве присутствуют, смогут рассказать не только о успехах, о первых успехах, здесь компании успешные в первую очередь представлены, но и о том, что мешает этим успехам быть быстрее и более, что называется, масштабными в сравнении с текущей картинкой. Таким образом, мы с вами охватим в рамках нашего обсуждения все существующие меры поддержки экспорта и обозначим необходимые шаги, чтобы эти меры быстро доходили до адресатов компаний-экспортеров. И первое слово я хотел бы предоставить заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгию Коломанову. Георгий Владимирович, вам первый вопрос, собственно, конечно, обусловлен площадкой, где мы находимся, то есть каков экспортный потенциал Дальнего Востока. Сейчас на пленарном заседании большинство аудитории все-таки проголосовало именно за вектор развития экономики Дальнего Востока с фокусом, с прицелом на внешние рынки, на экспорт. Но и кроме того, я хотел бы еще вас попросить обозначить конкретные меры по предэкспортной поддержке, реализуемой в Министерстве промышленности и торговли, потому что там запущен новый институт развития, фонд развития промышленности. Каким-то образом эти изменения будут содействовать российскому экспорту? Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Вы знаете, я для начала хотел бы чуть-чуть пояснить той работе, которая в последнее время проводится нашим министерствам, министерствам совместно с коллегами по созданию единого окна и вообще в целом создание системы поддержки экспорта, о которой мы так много говорим в последние годы. У нас действительно фактически сформирована система поддержки экспорта, у нас существует и финансовый блок поддержки, созданное страховое агентство XR с достаточным фондированием. В настоящий момент у нас функционирует Росексимбанк, также в этом году получивший дополнительный капитал, банк, который получил дополнительные субсидии для выдачи кредитов и покупателям российской продукции. Внешэкономбанк в целом, в принципе, у нас сформирована единая система под эгидой российского экспортного центра. Хотел бы отметить, что это как раз то единое окно, которое должно в себя включать и финансовую, и не финансовую поддержку экспорта. Меры и формы поддержки, они, конечно же, различные, но хотелось бы отметить, что они системные, они должны идти от предприятия, далее субъекта Российской Федерации, так скажем, федерального уровня и, конечно же, уровня за рубежом, для того, чтобы эта продукция продвигалась достаточными темпами, без преград, без барьеров. С точки зрения финансовой поддержки я хотел бы как раз ответить сейчас на второй вопрос. У нас существует субсидиарная поддержка Внешэкономбанка для выдачи льготных кредитов, кредитов с преференцией по, так скажем, нормальной ставке рыночной. У нас есть поддержка Росексимбанка, о которой я как раз сейчас тоже говорил. Мы надеемся, что в ближайшие годы эта поддержка, фондирование под эти субсидии, они сохранятся, увеличатся, потому что тот пакет кредитов, который сейчас уже существует, или те договоренности, которые сейчас существуют, они достаточно серьезные. Я хотел бы отметить, что механизм по Росексимбанку, вот он сейчас запускается, уже, как коллеги мне сказали, у нас кредитов в ближайшее время будет выдано где-то под 6 миллиардов, правильно, там, рублей, и, возможно, до 20 миллиардов понадобятся субсидии, да, до конца года. То есть это как минимум потребует в ближайшие годы 3-4 миллиарда фондирования под эти субсидии. Значит, у нас сейчас как раз рассматриваются вопросы по, например, референциям для компаний, рассматриваются вопросы по рассмотрению возможности поддержки экспортеров с точки зрения стандартов продукции, сертификации и так далее. То есть все эти аспекты, они очень важны, и если в этой плоскости работать системно, то я полагаю, что не сырьевой экспорт будет увеличиваться в ближайшие годы. С точки зрения Дальнего Востока, конечно же, Дальний Восток имеет определенную специфику, я, конечно же, поддерживаю, что в основном рынки для предприятий Дальнего Востока – это зарубежные рынки, рынки азиатского региона. И здесь надо внимательным образом изучать именно тот спрос, который присутствует у нас на азиатских рынках. В последнее время у нас очень много говорят по поводу лесопромышленного комплекса. Я полагаю, что лесопромышленный комплекс – это как раз тот сегмент, который действительно имеет серьезные возможности для роста. И если мы продукцию производим на Дальнем Востоке, а спрос на эту продукцию именно на Дальнем Востоке в принципе сейчас, так скажем, не такой высокий, то эту продукцию, конечно же, нужно выводить на внешние рынки. Эта продукция будет востребована. Как пример, мы в последнее время делали анализ, мы понимаем, что, например, по низкосортной древесине, по тем же пилетам, рынок Китайской Народной Республики – порядка 20 миллионов тонн продукции. Мы полагаем, что в этом сегменте мы точно можем занять какую-то нишу. И таких примеров достаточно много. Поэтому полагаю, что именно работа с коллегами, работа в рамках единого окна, она как раз поможет в ближайшее время выстроить систему поддержки экспорта для того, чтобы не сырьевой экспорт, а только РОС. Я хотел бы еще отметить два аспекта. Очень важная составляющая – это бизнес-миссии. Знаете, за последний год их было достаточное количество. В ближайшее время тоже у нас пройдут бизнес-миссии, ну, как пример, в Японии. Я полагаю, что именно переговоры, встречи нашей компании со своими партнерами, под эгидой какой-то правительственной делегации и так далее, они дают серьезный эффект. В качестве примера последних таких бизнес-миссий. Бизнес-миссия в страны Залива, у нас в Бахрейне прошла такая миссия. У нас была миссия в Египет, это была впервые организована миссия такого уровня, и эффект от этих встреч, он, скажем так, достаточно серьезный. Также выставочная деятельность. Мы должны этому тоже уделять большое внимание. То есть всяческим образом, я бы не сказал в ручном режиме, лучше, конечно, не в ручном режиме, но на настоящем этапе, в данный момент, конечно, в ручном режиме выводить российские компании на зарубежные рынки, постоянно этот вопрос мониторить, постоянно содействовать этому развитию. Поэтому в целом ситуация выглядит таким образом, по крайней мере, по линии нашего министерства. Спасибо. Спасибо большое, Георгий. 13 апреля 2015 года, после одобрения правительством Российской Федерации, НАПСОвет ВЭБа принял решение об учреждении долгожданного для нас российского экспортного центра. Ключевыми задачами его являются участие в реализации государственной политики в области поддержки экспорта, обеспечение доступа экспортеров ко всем видам финансов и нефинансовой поддержки. Сегодня для нас знаковый день, то есть на первом Восточном экономическом форуме состоится такая первая масштабная уличная презентация нового института развития. Поэтому прошу генерального директора РЭЦа Петра Михайловича Фродкова выступить по этому поводу. Большинство собравшихся, Петр Михайлович, здесь очень ждут Вашего выступления. Ну и я думаю, что, может быть, Ваши коллеги в рамках системы поддержки экспорта дополнят информацию. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, добрый день. Мне кажется, правда, знаменательно, что первый форум, Дальневосточный экономический форум и первая такая презентация, разговор в широком формате про центр, экспортный центр совпали. Наверное, ту проблематику, которую мы будем обсуждать по экспорту, ее только к Дальневосточному региону, так скажем так, применять нельзя. Это вопрос в том числе выхода на рынки АТР и экспортного потенциала компании именно из Дальнего Востока России. Но мне кажется, в целом, конечно, проблематика общая с точки зрения нашей экономики. Мы много говорим и говорили про поддержку экспорта. Наверное, с годами как-то понимание этой системы приходит постепенно. Приходит понимание, что экспорт нельзя поддерживать. Чтобы было, что называется, всеми возможными силами и средствами, нужно заниматься поддержкой экспорта очень адресно, очень целевым образом, имея в виду конкурентоспособный экспорт, имея в виду те направления, которые максимально отражают специфику и структуру нашей экономики, имею в виду промышленную ее часть. И, конечно, мы видим, что бизнес все больше и больше ставит задачу и ставит вопрос о эффективных государственных мерах поддержки экспорта. Таких мерах, которые давно существуют, в разном виде, конечно, во многих странах. И, мне кажется, мы постепенно приходим к пониманию необходимости формирования системы поддержки экспорта, системы государственной поддержки экспорта. И, наверное, этот тезис, этот постулат, он в том числе стал одним из факторов создания российского экспортного центра. Понятно, что сейчас конъюнктура такая в хорошем смысле для экспорта правильная, и была отмечена и волатильность курса, и что для экспортеров, может быть, иногда выгодно. Это и, может быть, необходимость переформатироваться на внешние рынки, имея в виду сокращение спроса внутри страны. Но это всё-таки, скажем, моменты, которые не должны являться основными. Основными, конечно, для бизнеса должно являться наличие возможности в любой момент времени обратиться по своему профилю, обратиться к государству за полноценным пакетом услуг, которые включают в себя не только финансовые меры, но и меры нефинансовой поддержки. В принципе, можно говорить, что меры поддержки экспорта, государственные меры, они, в принципе, существуют. Это, и, опять-таки, было отмечено, не буду повторяться, это и финансовые отдельные меры, страхование, кредитование. Это меры, которые предоставляются отдельными ведомствами, министерствами, службами. Но мы, к сожалению, должны констатировать, что зачастую это не системный подход с точки зрения обслуживания экспортера. Экспортер вынужден на свой, как говорится, по своему пониманию, по своему разумению работать с отдельными мерами. Не всегда есть консолидированный подход. И вот как раз логика одного окна, собственно, создание такого пакетного предложения и послужило созданием российского экспортного центра. Мы говорим о некой функции, такой точке входа, вот, единого окна для экспортеров. Мы исходим из того, что центр должен консолидировать все механизмы поддержки экспорта через создание благоприятных условий для роста российского экспорта за счет объединения государственных возможностей с бизнес- или, скажем так, клиентоориентированным подходом. Для государственных структур центр тоже важен, имея в виду обратную связь, получение обратной связи от бизнеса. Он тоже может стать таким медиатором, интерфейсом общения с бизнесом, потому что для государства тоже важно иметь, как и сел, эту обратную связь и формулировать вот эти вот проблемные зоны, в том числе для продолжения работы над регуляторикой, оптимизации мер поддержки. Поэтому мы исходим из того, что это не только для бизнеса, для государства это также важная и нужная инициатива. Для регионов центр тоже вполне может быть таким хорошим партнером. Для нас, мне кажется, является важным выстраивание так называемой географической цепочки от регионов к представительствам за рубежом. Мы понимаем, что есть ярко выраженные экспорториентированные регионы со своей практикой, со своей сильной компетенцией по поддержке экспорта продукции, произведенной в регионе. Есть регионы, ну скажем так, начинающие, только думающие о том, каким образом выйти на выходить или подталкивать свои компании выходить на внешние рынки. Что касается работы с зарубежными странами, и вот доступ на рынки тоже, в общем, тема одна из таких ключевых в рамках вот этой всей проводимой работы, тоже, наверное, здесь нужна оптимизация. Мы активно, в общем смысле, не то что пересматриваем, но пытаемся заново посмотреть на работу с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом, имея в виду возможность использовать их, несомненно, большой и такой уникальный потенциал, сделать эту работу более клиентоориентированной, более проектной, если хотите. И в этом плане есть договоренности между Центром, уже и соответствующими министерствами, в первую очередь Минэкономразвития, по, ну скажем так, ориентации работы Таркпрест, в том числе через присутствие в Таркпрестах соответствующих сотрудников от Центра, по вот именно выстроению вот этой проектной работы. Не вообще поддержка торгово-экономических связей между странами, это важная, несомненно, работа, а в частности конкретная проектная работа, очень счетная, понятная, четко сформулированная. И мне кажется, это правильное направление, имея в виду в любом случае в хорошем смысле какую-то последующую коммерциализацию деятельности через создание, возможно, торговых домов. Мы к этой идее тоже присматриваемся, она по-разному работает в разных странах, но как направление развития, мне кажется, можно об этом говорить. Здесь роль Центра тоже важна, потому что он должен быть медиатором, что ли, между интересами государства за рубежом и конкретными интересами бизнеса конкретного предпринимателя. Я не буду подробно останавливаться на финансовых мерах поддержки, потому что я напомню, что Центр предполагает, как бы, должен стоять на двух ногах. Это вот не финансовые меры и финансовые меры поддержки, которые представлены в Центре через две уже существующие структуры, с которыми многие из вас, наверное, сталкивались. Это экспортное страховое агентство России «Иксар» и российский экспортный импортный банк «Росексимбанк» со своим функционалом, со своими возможностями. Но я, может быть, потом попрошу коллег там буквально по полторы минутки коротко представить эти компании. Конечно, мы понимаем, что для того, чтобы Центр стал таким игроком, таким что ли, таким институтом, нужна необходимая нормативная база. Мы эту нормативную базу создаем. Был принят соответствующие изменения в закон о банке развития. Президентом этот закон был подписан уже в июле. Соответствующие полномочия Центру этот закон, что называется, предает. При этом я оговариваю, и в развитии этого закона мы работаем под законом нормативной базы, постановление работаем о нефинансовых мерах поддержки и экспорта. Мы работаем над соответствующими документами, регламентирующими деятельность Центра и ведомств. То есть, всю вот эту разрозненность, что ли, интересов, которые в том или ином виде есть, мы пытаемся как-то регламентировать для того, чтобы Центр был по-настоящему не только де-факто, но и де-юре был таким игроком, который позволял бы бизнесу, собственно, пользоваться услугами Центра полностью. Поэтому, в моем понимании, уникальность Центра заключается именно в том, что, с одной стороны, он будет клиентоориентированной организацией, а с другой стороны, должен и будет обладать административным ресурсом определенным. И мне кажется, это и позволит, собственно, вот этот уникальный баланс, собственно, и создать между интересом бизнеса и возможностью, ну, скажем так, административной возможностью работать на стороне государственных, на государственных структур. Мы работаем над стратегией, мы работаем над профилем продуктов. Я не буду сейчас подробно об этом говорить. Мы открыты, мы проводим большое количество сессий с компаниями, с бизнесом при работе над нашей линейкой продукты. Но, в принципе, если глобально, то они соответствуют этапам жизненного цикла, вообще экспортного проекта и состоят вот именно в пернационализации, что ли, и сопровождении, маршрутизации запросов экспортеров в госструктурах, работе над регуляторикой, которая была уже озвучена в области экспорта, организационно-коррессионные услуги, обучение, информирование, ну, финансовые услуги, о которых я сказал. Конечно, для нас конечный результат – это реализация экспортного проекта, подписание контракта, кредитование конкретного контракта. Но мы сейчас видим, работая над первыми проектами, а их у нас около 40, причем это не вообще обращение, обращение намного больше, а проекты, которые мы берем в проработку, которые мы пытаемся уже внутри себя как-то формализовать. Очень много обращений, правда, за таким консалтингом, как бы с рано это ни звучало, по таможенным вопросам в первую очередь, во вторую очередь по вопросам сертификации, стандартизации. И мы пытаемся эту компетенцию у себя нарабатывать, и даже это, может быть, не приводить моментально к какому-то, значит, конкретному экспортному проекту, а экспортер просто спрашивает, в целом вот есть вопросы, и мне кажется, что раз обращаются, значит, правда, есть потребность. Хотя при этом мы еще так формально это не систематизировали, эту работу. Наверное, последнее, о чем я хотел бы сказать, это все-таки, я об этом всегда говорю, это то, что мы видим, к сожалению, не всегда, скажем так, подготовленность экспортеров, в том числе, к ведению общего экспорта. Но это объективно факт, это не вина, не беда, может быть, иногда компании, особенно компании среднего, малого бизнеса, на которые мы в первую очередь ориентируемся, конечно, потому что мы понимаем, что основной прирост должен быть из среды этих компаний с точки зрения вот взращивания вот этой экспортной деятельности. Мы работаем над таким проектом, как образовательный центр для, не в целом фундаментальной, как с точки зрения наука, что такое внешнеэкономическая деятельность и глобальный рынок капитала, а именно конкретное, совершенно прикладное знание, как с точки зрения административных вопросов, так и с точки зрения использования тех конкретных финансовых механизмов, умения, использования этих конкретных финансовых механизмов, которые сейчас существуют. Я, чтобы так не злоупотреблять вашим вниманием, хотел бы, потому что у меня регламент, все-таки есть регламент, хотел бы буквально по минутке, по полторы предложить слово своим коллегам, вот Алексею Тюпанову и Дмитрию Голованову, чтобы они буквально коротко рассказали про финансовые институты, потому что, опять-таки, мы единый центр. Ну и, конечно, буду готов ответить на любые вопросы и как сейчас, так и после нашего круглого стола. Спасибо большое. Понятно, тема огромная, объять невозможно, но первая попытка, как говорится, презентовать. Спасибо огромное. Спасибо, Петр Михайлович. Ну тогда, Алексей, включайтесь в диалог. У вас уже, собственно, было достаточно времени для того, чтобы поучаствовать в реализации экспортных проектов, поэтому хотелось понять, все-таки, все ли пошло, как планировалось. Ну а потом, наверное, мы послушаем рефлексию тех, кто воспользовался услугами XR и поймем, насколько вы, что называется, говорите на одном языке. Спасибо большое, Алексей. Ну, коллеги, я, наверное, буквально займу 2-3 минуты вашего времени. Многие здесь присутствующих компаний нас уже более-менее знают, знают наши продукты, знают, как мы работаем. В составе российского экспортного центра мы представляем вот эту вот одну из ног, как сказал Петр Михайлович Фродков, отвечаем за финансовый инструмент поддержки экспортеров. Несмотря на то, что мы называемся экспортно-страховое агентство России, я на каждой встрече с экспортерами, с клиентами пытаюсь все-таки отмечать, что мы и наша основная задача – это организация и привлечение финансирования для экспортных проектов. На середину 2015 года всего экспортных проектов, которые были профинансированы международными банками или российскими банками, в том числе ВЭБом, Росексимбанком, нашими коллегами, под наше покрытие составило порядка 4 миллиардов долларов. И нашу основную как раз там задачу мы видим в том, что экспортер, обратившись к нам, наверное, часто с абсолютно непроработанным еще запросом, мы как раз помогаем находить финансирование, структурировать такие сделки, помогать в работе с коммерческими банками, в том числе с коллегами из ВЭБа и из Росексимбанка. В этом, наверное, мы все-таки видим нашу основную задачу. Я не буду, наверное, останавливаться на тех продуктах, которые у нас есть, расскажу, наверное, что нового у нас появилось в 2015 году. Во-первых, мы запустили новый продукт для поддержки предэкспорта. Вот Алексей как раз очень правильно отметил, что мы за 3,5 года увидели, что это достаточно серьезная проблема. Часто бывает у экспортеров есть твердые экспортные контракты, но необходимы средства на производство продукции, которые дальше будут по этим контрактам поставляться. Мы разработали специальный продукт, назвали его на пополнение оборотных следств для реализации экспортных контрактов. Мы их делаем как для малых и средних предприятий, так и для крупных предприятий совместно с российскими банками. Отдельно мы запустили продукт для малого и среднего предприятия, который мы тоже делаем, с региональными в основном, правда, банками, не с федеральными. Отдельно большое направление работы, которая у нас активно развивается в этом году, это, и что мне кажется, как раз применимо к развитию Дальнего Востока, это работа с иностранными инвесторами. Все больше и больше нашими клиентами становятся иностранные компании, которые вложили свои средства в производственные мощности на территории России. И такого рода экспорт с этих производственных мощностей в третьи страны мы поддерживаем часто не одни, а с нашими коллегами из других экспортно-кредитных агентств. У нас подписаны соглашения по совместной поддержке таких проектов с коллегами из китайского агентства SignShure. В ближайшее время мы подписываем такое соглашение с японским агентством Nexi, с корейским K-Shure. В этом смысле, мне кажется, может быть как раз практическое применение этих соглашений для поддержки проектов как раз-таки на Дальнем Востоке, которые, куда привлекаются иностранные инвесторы, как раз для организации, прежде всего, с прицелом на организацию экспортно-ориентированных производств. Отдельно мы работаем над нашим 964-м постановлением правительства, которое регулирует нашу деятельность. Мы видим запросы от российских экспортеров, прежде всего, автомобильного сектора сельхозпродукции, сельхозмашиностроения. Мы прорабатываем сейчас в Минэкономразвитии возможность предоставления поддержки, финансовой поддержки проектам по организации сервисных центров и сборочных производств за рубежом. Мы знаем, что для автомобильной промышленности и для сельхозмашиностроения это достаточно актуальная тема. Что касается, наверное, рефлексии, то, что сказал Алексей, но, во-первых, мне, конечно, было бы интересно послушать, что экспортеры и бизнес, и банки думают о нас. Мы в 2015 году провели опрос наших клиентов, и некоторые из компаний, присутствующих здесь, в нем поучаствовали. Мы провели такую всестороннюю оценку удовлетворенности нашей работой со стороны российских экспортеров и банков. Планируем проводить это на ежегодной основе. Это теперь является одним из наших KPI, которые мы утвердили на этот год. И впредь, наверное, планируем вес этого KPI в том числе увеличивать. Собственно, наверное, это такой метод обратной связи, который мы получаем от российских экспортеров и от банков. Что касается вопроса, все ли удалось или не удалось, ну, пока что, наверное, мы движемся в той траектории исполнения тех целей, стратегий, которые у нас заложены. На середину 2015 года мы поддержали экспортных проектов примерно на 3 миллиарда долларов. До конца года задача в стратегии стоит 5,1 миллиарда долларов. Поэтому, наверное, Алексей, отвечая на вопрос, наверное, движемся в траектории все-таки исполнения тех планов, которые мы себе поставили. Но, как всегда, пользуюсь случаем за такими круглыми столами, призываю все равно экспортеров чаще к нам обращаться с любыми вопросами, как финансового, так и не финансового плана. С созданием РЭДС теперь есть возможность решать и не финансовые вопросы. Потому что вот вижу, хотя мы 4 года существуем и достаточно активно работаем с экспортерами, все равно есть много незнакомых мне компаний и лиц за столом. Поэтому призываю всех еще раз активнее прибегать к тем инструментам поддержки, которые созданы. Спасибо большое, Алексей. Сегодня с нами Дмитрий Голованов, представитель правления Росексимбанка. И действительно значительная часть крупных экспортных проектов финансируется напрямую внешнеэкономбанком, но для проектов, скажем, до миллиарда рублей, до полутора миллиардов рублей. Часто пока сроки рассмотрения заявок внешнеэкономбанком оказываются недостаточно конкурентоспособными. Поэтому, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как Вы дополняете инструменты, предоставляемые ИКСАРом? И какой Ваш план на ближайший год в части поддержки экспортеров? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень кратко постараюсь ответить на эти вопросы. Первая задача, которая перед нами стоит на сегодняшний день, это постараться сделать средние крупные предприятия равнодоступны для них, сделать программу поддержки экспорта. Это первое. Второе. Сделать из них более конкурентоспособны на международном рынке. И самое главное, дать возможность, дать в руки реальные инструменты поддержки. Все это мы реализуем через созданную нами линейку кредитных продуктов, которые направлены именно для того, чтобы любое предприятие, которое соответствует определенным стандартам, эти стандарты абсолютно открыты, могло бы получать государственную поддержку по несырьевому экспорту. И вот самое главное, что сегодня бы я хотел обозначить и сказать, ради чего, собственно говоря, мы сюда приехали в том числе, это появилась еще одна уникальнейшая возможность для предприятий, которые занимаются производством высокотехнологичной продукции, это получать сейчас в Росексимбанке средства по тем ставкам, по которым получают средства наши конкуренты из разных стран других. То есть для всех абсолютно очевидная проблема, очень дорогие кредиты коммерческих банков, и поэтому зачастую экспортеры отказываются или отказывались от кредитования. Вот мы на сегодняшний день предлагаем наши кредитные продукты для высокотехнологичного экспорта по ставкам, которые практически не отличаются, иногда даже в лучшую сторону отличаются от ставок, которые предлагают другие экспортные банки или другие кредитные организации в других странах своим экспортерам. Условно говоря, это может быть от одного до трех процентов годовых в долларах или евро, и это абсолютно доступно для всех. Любое предприятие может к нам обратиться и получить средства по таким ставкам, если вы соответствуете и выпускаете высокотехнологичную продукцию. Поэтому предлагаем вот такой еще инструмент. Спасибо. Большое спасибо, Дмитрий. Я думаю, сейчас мы услышим, всем ли доступно то самое долгожданное финансирование под 1-3 процента. Может быть, оно не нужно нашим коллегам-экспортерам. И действительно, мне кажется, вот такая презентационная честь стала, она закончилась. Давайте послушаем экспортеров. Я прошу Ильдара Неверова, который возглавляет Международное бюро по переработке отходов, работает в сфере, с одной стороны, вроде бы всем понятной на внутреннем рынке экологии и в то же время является одним из крупнейших экспортеров металлов, вторичного, то есть металлического лома из России. Рассказать о своем опыте выхода на зарубежные рынки. Ну и кроме того, вот в рамках обозначенной пяти направлений поддержки экспорта я хотел бы адресовать вам следующий вопрос. Все-таки, какие наиболее эффективные меры финансовые и налоговые поддержки нужны экспортерам и вообще можно ли ожидать взрывного роста объемов экспорта при наличии таких мер? Добрый день, коллеги. Спасибо большое за предоставленное слово. Я заведомо сократил свое выступление до двух тезисов. Один из них будет касаться именно рефлексии по поводу мер поддержки, которые мы ищем и используем. А первый тезис, которому я хочу передать максимальную смысловую окраску, будет касаться таможни, а именно процедуры корректировки таможенной стоимости. Я считаю, это серьезный барьер, о котором надо сказать в рамках нашей ключевой сессии. И приведу наглядный пример. С завидной регулярностью мы отправляем отходы в Корею и фактическая, реальная, очевидная, таможенная стоимость этого товара не превышает миллиона долларов, скажем, 900 тысяч долларов. Таможенные же органы считают по-своему, что груз стоит полтора миллиона долларов и мы оплачиваем пошлины, исходя из их понимания рынка. Чтобы доказать обратное, необходимо бороться, необходимо собирать документы, необходимо ждать. То есть это такая вот головная боль. Но в то же время это не только касается Дальнего Востока. Архангельская таможня считает, что груз в Поморье равен по стоимости в стране Басков в Испании. Мурманская таможня считает, что заполярный груз стоит так же, как на Мраморном море в Турции. Красноярская считает по-китайски, Санкт-Петербургская по-бельгийски. То есть вот есть такой диссонанс, который требует решения. Это проблема, которую я хочу положить на наш круглый стол. И еще, я прошу прощения за моветон, но в семье не без рода. И есть не только несырьевой экспорт, технологичный, инновационный, но и сырьевой. И как и в любой здоровой семье, нельзя любить одного ребенка. Надо уделить внимание всем нам, и сырьевикам, зерновикам, угольщикам, металлоломщикам, тем, кто перерабатывает и экспортирует так называемое сырье. Мы тоже хотим низкие ставки, мы тоже хотим предэкспорт, мы тоже хотим торговое финансирование. Я прошу уделить нам внимание. Спасибо. Спасибо, Эльдар. Я думаю, что у нас, еще раз, логика развития несырьевого экспорта, она просто подразумевает то, что нам пора вспомнить о том, чего у нас фактически не было, и то, что находится в зачаточном состоянии. Но это совершенно не значит, что нужно забыть то, что является одним из основополагающих факторов развития экономики, и мы будем поддерживать сырьевое направление, наверное, не меньшими усилиями. Единственное, я хотел все-таки попросить вас откомментировать выступление коллег. С точки зрения доступного финансирования или возможности использовать, что называется, на практике услуги Иксара или Росэксимбанка. Были у вас такие попытки или нет? Если да, то чем они завершились, если нет, то, собственно, почему вы считаете эти инструменты для себя невостребованными или неподходящими? Нет, попытки, конечно, были и есть, и ведется работа. Более того, я хотел поблагодарить коллег за отличный сервис, то есть сроки, порядок рассмотрения наших документов, заявки, все это было на высшем уровне, здесь ни к чему не придраться. Единственное, почему я в прошлом году несколько приостановил активное сотрудничество, это ставки. Мы одновременно получали финансирование в Голландии, тоже по сертификатам ERME, такое же экспортное агентство, и Кофас, и ставки были несколько ниже, о чем я проинформировал коллег в Иксаре. Но, как я понимаю, сейчас уже вот этого гэпа по ставкам нет, ставки несколько, скажем так, выровнялись. Или, может быть, товарная группа у нас такая рискованная, на которую, значит, около в два раза было различие по сравнению. Но, в любом случае, мы имеем твердое намерение продолжить диалог и стать одним из надежных, долгосрочных клиентов, партнеров Иксара и Реца. Спасибо. Спасибо, Ильдар. Мы еще раз напоминаю, сегодня находимся на Восточном экономическом форуме, и поэтому очень логично, мне кажется, представить один из успешных кейсов экспорта продукции с Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это кейс Восточной горнородной компании, который может представить ее президент Олег Месьевра. Насколько я знаю, более 70% продукции поставляется именно в страны Азии, на азиатские рынки. Я хочу продолжить при этом поднятую в предыдущем теме, в предыдущем выступлении тему все-таки необходимой таможенной поддержки экспортных проектов, может быть, налоговой поддержки. Удается ли работать с эффективной системой возврата экспортного НДС? Какие еще есть проблемы, сложности и пожелания к системе? Олег. Спасибо, Алексей. Ну, я хотел бы затронуть как раз проблему, которая, наверное, волнует любого экспортера, это право на нулевую ставку по НДС. Все мы прекрасно знаем, для того, чтобы получить нулевую ставку, нужно пройти проверку и предоставить ряд документов для того, чтобы получить возврат НДС. Конечно же, это необходимая мера, и, конечно, она правильная, но единственное, какими методами достигается цель. Вот, допустим, если экспортер предоставил все документы, налоговая имеет право запросить справку из таможни о вывозе товара. Данная справка, где стоит штампик «товар вывезен», данная справка предоставляется таможенным органам и отправляется по почте экспортеру. В то же время налоговая инспекция дает 20-дневный срок для довезения всех необходимых документов. Если мы находимся на Восточном экономическом форуме, а не дай бог компания-экспортер находится в Москве, и зная работу нашей почты, не всегда, вернее, всегда за 20 дней вы такую справку, или там компания-экспортер такую справку получить не сможет. Соответственно, происходят задержки в выплате, происходит кредитование компании и так далее. У меня в связи с этим возникает какой-то такой вопрос. Вот, допустим, если налоговый инспектор или таможенный инспектор задерживается на работе, он же не пишет письмо жене и не отправляет его по почте, там, дорогая, забери ребенка с садика. Вот, он же использует какие-то современные средства связи. Почему, когда мы хотим ребенка забрать, мы используем современные средства связи, а когда мы хотим возместить НДС, мы по почте отправляем. Мы же так можем дойти и до нарочных, там, отправлять на лошадях, и тогда с дальневосточники вообще никогда не получат возмещение НДС. Вот, поэтому просьба такая, что нам надо... А, ну еще, смотрите, налоговый орган и таможенный орган, а посредник между ними коммерсант, который отправляет товар, да. Мне прислали бумажку, которую я должен прислать другой федеральной структуре. Ну, соответственно, тоже какая-то глупость. Почему налоговая и таможенная служба не может коммуницировать между собой? Почему не сделать там какую-то единую базу или доступ в базу, допустим, федеральной таможенной службы, федеральной налоговой службы? Я же не думаю, что это сложно, я не думаю, что это является какой-то проблемой. Поэтому предложение, просьба, давайте использовать современные средства для того, чтобы общаться друг с другом и коммуницировать. И второе – это возврат НДС в разных регионах. Ну, все, наверное, здесь присутствующие знают, что возврат НДС осуществляется там от трех до шести месяцев. Почему-то это зависит от региона. В одном регионе всегда возвращают всем за три месяца, а в другом всегда всем за шесть месяцев. Но это же не зависит от количества документов. Документы, количество у всех одинаковое, правила у всех одни и те же. законы мы выполняем одни и те же. Почему так? Ну, потому что, я не знаю, у налоговой денег не хватает, ну тогда давайте как-то эту проблему решать. Людей не хватает, давайте людей или там автоматизацию делать. Это тоже надо приводить к какой-то единым стандартам. Три месяца тоже долго, ну а шесть – это… Ну и несправедливо по отношению друг к другу, по отношению к одному экспортеру с одного региона из другого. Поэтому вот такие… Такое у меня предложение, притом это не мое предложение, это просьба многих членов деловой России, которые являются экспортерами, у нас многие являются экспортерами, вот обратиться к государству именно вот за этой поддержкой. И еще, вот мы общаемся сейчас за круглым столом, но мы общаемся с теми людьми от государства, которые в принципе и так всегда стараются нам помочь и поддержать. А вот кто нам… Ну я не скажу, что не помогает, но вот с кем возникают проблемы, это как раз вот те фискальные органы, наверное, это налоговая служба, там, таможенная служба по возврату НДС и так далее. Вот может быть их стоит тоже всегда приглашать за наши круглые столы, чтобы они в этом процессе участвовали. Ну и по мерам поддержки хочу сказать одно. Меры поддержки много, меры поддержки полезные, но давайте самое главное не запутаемся в этих мерах поддержки, чтобы мы их все понимали, и они были для нас удобны. Спасибо большое. Большое спасибо. Следующий участник нашей сессии Людмила Кузнецова, представляющая компанию «Мурзерно», которая давно эффективно занимается экспортом, в том числе в азиатские страны. Вот расскажите, пожалуйста, у вас есть опыт столкновения с административными барьерами, то есть какими, как вы их преодолевали? Спасибо большое за предоставленное слово. Компания «Мурзерно» в течение 8 лет занимается небольшими поставками зерна в Японию. Наш покупатель, уважаемая компания японская, «Морбени», которая присутствует здесь на этом форуме. Конечно, сегодня наш бизнес, экспорт зерна в Японию через дальневосточный порт Владивостока – это рискованный бизнес. Кроме того, что это общие причины, волатильность нашей национальной валюты, это высокая логистическая составляющая, транспортные расходы составляют 40% стоимости экспортной. Это возврат НДС, и вот пользуясь случаем хотела добавить просто выступление предыдущего коллеги. Значит, на сегодня возврат НДС осуществляется в течение 3 месяцев согласно Налогового кодекса. Налоговая система не стоит на месте, она развивается. На сегодня мы вместе с налоговой декларацией сдаем электронную книгу продаж и книгу покупок. И наши книги продаж и покупок не введутся в электронную налоговую отчетность, пока не будут подтверждены. Наш поставщик должен уплатить налог, прежде чем мы его получим к вычету. Срок возврата вычета налога НДС также остался в течение 3 месяцев с момента предоставления налоговой декларации. Борис Юрьевич Титов, я хотела к вам обратиться, вы всегда помогаете предпринимателям. Вот эти сроки так и остались 3 месяца. Но поскольку мы в момент сдачи налоговой декларации сразу происходит встречная налоговая проверка с нашими поставщиками, которые обязаны уплатить налог НДС, срок получения нашего вычета однозначно должен уменьшиться. Это такие полные основания. Я думаю, даже налоговый кодекс не нужно никаких вносить изменений. Они сразу же происходят. Сразу встречная налогопроверка, на что обычно ссылаются налоговые службы. Ну и, конечно, хотела сказать еще причиной нашей специфической зерновые регионы. Это, как правило, Сибирь, откуда мы осуществляем отгрузку, находится далеко до порта Дальневосточного. Но у нас, конечно, большие перспективы, поскольку Россия – это зерновая держава и 100 миллионов тонн при потреблении в 65-70 миллионов. Понимаете, что наш профицит – 30 миллионов, они идут в основном через западные порты. Но у нас здесь есть перспектива, поскольку Сибирь, она равноудалена от западных наших портов и дальневосточных. Конечно, самая главная причина вообще российского бизнеса является ограниченность кредитных ресурсов. Именно из-за того, что мы не можем предоставить залог. И вот как раз хотела поблагодарить, пользуясь случаем, компанию «Эксар». В 2014 год мы заключили первую сделку договора страхования. Это был наш профильный банк «Россельхозбанк». И мы застраховали свой первый контракт. Хотела поблагодарить. Это была, правда, большая победа. Компания «Эксар» – это залог, это обеспеченность, это наше обеспечение исполнения кредита. Поэтому, конечно, я рискую сейчас, говоря большое вам спасибо, потому что в прошлом году мы оформили наш договор страхования за неделю. И я, опять же, рискнула в Министерстве сельского хозяйства рассказать партнерам про нашу сделку. И в этом году мы уже оформляли за три недели договор страхования. Но это хорошо, потому что конкуренция – это двигатель прогресса. Ну вот все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Я думаю, что соответствующие выводы коллеги тоже сделают и попробуют ситуацию где-то исправить, а где-то удерживать на том уровне, который вам кажется приемлемым. Знаете, когда мы говорим про экспорт, мы, конечно, чаще всего имеем в виду проекты крупные, проекты крупных компаний. И в то же время во многих странах, в том числе странах азиатских, есть целый большой пласт небольших экспортеров, экспортеров, относящихся к малым, но особенно средним предприятиям. Вот я хотел задать вопрос своему коллеге по работе в общественной палате Дмитрию Сазонову. Все-таки что нужно таким экспортерам-школьникам, тем, кто только начинает свой путь на внешние рынки, нужны ли там какие-то особые, специфические меры поддержки? Вообще, есть ли у нас перспектива расширить количество именно участников внешнеэкономической деятельности, так значимо расширить? Или все равно по-прежнему нужно фокусироваться на крупных проектах, которые дают быстрый и такой весомый результат? Да, спасибо, Алексей. Ну, я уверен, что есть перспектива, что нужно концентрироваться в том числе и на малом бизнесе, в части поддержки экспорта и доступа на международные рынки. Вот я смотрю, у нас сессия называется ключевая сессия сегодняшнего дня, по сути. Я бы, наверное, даже попытался такой привнести, может быть, там, как бы термин по направлениям усилия. Мы занимаемся импортозамещением, да, может быть, пора концентрироваться на экспортозамещении с точки зрения структуры нашего экспорта, да, сырьевого и несырьевого. Малый бизнес в этом смысле гораздо более такой, ну, несырьевой ориентированности в целом, да, привержен и сталкивается в большей степени, как показывает практика, не столько даже на первом этапе при попытке выйти на международные рынки, не столько с финансовыми проблемами, сколько с нефинансовыми как раз проблемами. Мы, вот если сравнивать с теми барьерами, которые есть при выходе на азиатские рынки, возьмем, допустим, Китай, то вот по данным Всемирного банка Китай занимает 90 место в мире по легкости ведения бизнеса и 128 в рейтинге легкости открытия бизнеса. Тоже, честно говоря, не очень простые условия там по открытию и поведению бизнеса, но хорошая новость в том, что они на 23 пункта по отношению к 2014 году как бы улучшили сейчас свои позиции. Поэтому нашим малым предприятиям там открывать и выходить на международный рынок тоже крайне непросто, исключительно исходя из того, что в малых предприятиях компетенции по выходу на международные рынки гораздо ниже у тех компаний, которые все-таки уже состоялись как таковые. Здесь, конечно, очень важно, я могу перечислить там просто несколько таких примеров, с которыми сталкиваются наши малые предприятия при взаимодействии, допустим, с китайскими партнерами. Ну, простые вещи может затянуть наших предпринимателей в болото, например, подписание документов. Подпись на каждом из них должна быть точно такой же, иначе китайские власти имеют право отказать российскому предпринимателю. Ну, везде абсолютно идентичные проблемы за подписи там. Сроки могут тянуться точно так же от 30 дней до 45 дней, документы принимаются. Камнем преткновения могут стать получение регистрационного сертификата, регистрация в бюро статистики, открытие банковского счета, разрешение на печатель и приобретение финансовых счетов, регистрация в сотрудниках, регистрация в страховом центре социального обеспечения. В общем, у нас целый большой комплекс накоплен таких проблем. По сути, такой каталог сформирован предпринимателями малыми в опоре России. Можно уже там формировать, не знаю, совместно справочник или инструкцию, вот по, как Алексей сказал, там экспорт для чайников, особенно для малых предприятий. Я думаю, как раз вот здесь функцию единого окна, единого вот такого консультанта как раз может занять вот такой центр, о котором Петр рассказывал. Поэтому здесь как раз очень важна такая поддержка, в большей степени не финансовая, консультационная и вот по возможности, в первую очередь, для малых предприятий. Спасибо. Спасибо большое. Ну, наверное, чтобы завершим от бизнеса, я попрошу Константина Кузовкова, представителя группы ФЕСКО, то есть очень важной для Дальнего Востока, скажем, группы и индустрии, то есть индустрии транспортной, рассказать, что происходит в этой сфере. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Я тут, наверное, немножко даже в двух таких ролях выступлю, отчасти, как вы правильно сказали, ФЕСКО, отчасти, как группа Суммы, один из наших акционеров, которая там владеет большим набором активов в регионе. Что бы хотел в первую очередь сказать? Вот как транспортники мы довольно хорошо видим и структуру импорта, и структуру экспорта, и все же, наверное, с сожалению, тут должен отметить, что экспорт у нас все равно по-прежнему в значительной степени сырьевой. Ну, в конце концов, видно даже по сегодняшним выступлениям. Трое выступающих, все трое, в общем-то, про сырье. И если, допустим, посмотреть данные рынка, то с момента девальвации, при том, что импорт понятным причинам довольно сильно просел, большого увеличения экспорта мы, в общем, тоже не наблюдаем. Там, в пределах, там, нескольких буквально процентов. Почему так, и что здесь как бы можно было бы сделать? Я бы, наверное, разбил, то есть, как бы, мне кажется, что ключевой задачей на ближайшее время, в общем-то, для региона должно быть как раз наращивание экспорта несырьевого. И хотел бы остановиться и сказать буквально пару слов о том, какие для этого нужны условия. Значит, если мы говорим об несырьевом экспорте, то, в общем-то, важно, чтобы он, чтобы продукция была там конкурентоспособна по качеству, по цене. Это, в первую очередь, означает, что должен быть там относительно недорогой труд и относительно недорогая энергия. Соответственно, вот эти две темы мы видим, что по ним как бы хотелось бы правильного движения с точки зрения регуляторного климата. Про труд понятна история, там, ЕСН, да. Понятно, что при высоких налогах на труд развивать там трудоемкую экспортоориентированную продукцию сложно. В этом смысле, как бы, большие надежды возлагаем на историю со свободным портом, потому что, конечно, и привлечение рабочей силы более простое и там нулевые, ряд нулевых налогов, конечно, здорово помогут этот самый несырьевой экспорт развивать. Значит, еще одно направление, о котором можно думать, говоря об экспорте, это, на самом деле, в то же время и экспорт услуг, потому что, ну, как бы, все часто думают о продуктах, но здесь, во Владивостоке, ну, и мы, собственно, транспорт, все же, как бы, услуга, в первую очередь, да. Хочется нам помыслить и, как сказать, пофантазировать о том, какие услуги мы, по сути дела, могли бы экспортировать. Вот, как бы, в голову приходят две большие темы. Одна, само собой, там, туризм и всевозможные рекреационные моменты, которые, опять же, там, с регуляторной точки зрения в значительной степени упираются, там, в миграционное законодательство, визы и все эти вещи. Вот. Еще одна большая популярная история, на которую мы спрос видим со стороны, там, коллег-партнеров, это, как и не страна, медицина, потому что, соответственно, медицинские услуги и для большого, там, стареющего населения в Азии и даже для местного населения здесь на Дальнем Востоке, которым, условно говоря, в Москву ездить, были бы сильно полезны. Значит, что, там, я просто так говоря немножко о направлениях поддержки, да, что бы еще было важным видеть, это и для развития несырьевого экспорта и даже для развития услуг нужно, конечно, оборудование. Соответственно, для того, чтобы это оборудование тут появилось, целесообразные, полезные льготы на ввоз, в том числе и по налогам. Вот. И, наконец, еще, дабы долго времени не отнимать, мне кажется, что, опять же, для развития экспорта в нашем регионе есть две большие, ну, как бы, две больших, два больших мегапроекта, которые сейчас происходят, и в которые Дальний Восток, там, в значительной степени вписан, это одна, это история про экономический пояс шелкового пути, другая, это история про Евразийский экономический союз, в котором Россия играет, там, одну из первых ролей. Как нам кажется, доступ, как бы, с одной стороны, к деньгам, которые, там, китайские, азиатские партнеры готовы вкладывать, вот, как бы, в концепции экономического пояса шелкового пути, он здорово мог бы помочь экспорту. Для этого, ну, там, Россия уже присоединилась к ряду инициатив, таких, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, но, соответственно, опять же, говоря о регуляторике, неплохо бы иметь тут помощь с точки зрения движения капитала, как бы, между, там, азиатскими странами и Россией. И, как бы, если говорить о, там, Евразийском экономическом союзе, ясно, что все, что касается таможни, это теперь, на самом деле, это прерогатива не только России, но ЕАЭС. И, соответственно, там, вовлечение, обсуждение, там, этих вопросов на более широкой площадке, особенно с нашими соседями, это тоже было бы полезно. Поэтому тогда, я уверен, мы увидим как раз рост, в том числе, несырьевого экспорта и особенно хорошо подстегнуты, соответственно, вот произошедшие девальвации в том числе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Константин. Я думаю, у меня поступает достаточно много записок с просьбы предоставить слово, предоставить еще раз раскрыть тему проблематики, стоящей перед экспортерами. Если у нас хватит времени, мы попробуем всем дать слово. Но сейчас у нас, я считаю, очень правильная и ценная возможность. Сегодня была презентована фактически новая система поддержки экспорта в России, российский экспортный центр. А в нашей дискуссии принимает участие представитель важнейшего института, развивающего экспорт и внешнюю торговлю Японии, вице-президент японской организации по развитию внешней торговли ДЖЕТРА, Яшимура Сан, сегодня гость нашего стола. Поэтому о российско-японских взаимоотношениях мы поговорим чуть позже в рамках странового диалога России и Японии, который будет буквально через полчаса после завершения нашего стола. И сегодня я попросил господину Яшимуру остановиться в своем выступлении на мерах и способах поддержки, которые оказывает ДЖЕТРА японским компаниям, выходящим на зарубежный и, в частности, российский рынок. Может быть, здесь есть чему поучиться и нашим коллегам из РЭЦа. Спасибо большое. Меня только что представили. Меня зовут Сеичи Ишимура. Я являюсь вице-президентом японской организации ДЖЕТРА. ДЖЕТРА является компанией, которая поддерживает компании, инвестиционные компании, компании, которые в Россию инвестируют японские компании и российские, которые в Японию. И несколько слов о том, как мы поддерживаем экспорт. Мы предоставляем информацию, а также мы проводим выставки различные, и знакомим и поддерживаем японские компании. Сегодня, например, я хотел бы рассказать о мерах поддержки импорта и импорта. Это касается, прежде всего, производителей, компаний-производителей. Кроме того, это еще продовольственные компании, производящие приборы. И, кроме того, мы на международных рынках рассматриваем проблемы выхода на эти рынки, условий на этих рынках. Мы даем советы относительно возможных партнеров для заключения сделок. У нас очень богатый опыт у сотрудников, которые могут предоставлять компаниям различные вопросы. В Японии очень много хороших компаний с прекрасным опытом. И в отношении компаний, которые имеют высокий экспортный потенциал, мы оказываем постоянную поддержку. За три года 382 компании воспользовались программой, которую мы предоставляем по поддержке экспорта. Многие компании, которые использовали очень сложные проблемы с организацией импорта, получив наши советы и используя различные свои образцы на международном рынке, достигли хороших успехов. Благодаря советам нашей компании. Другой компании, планировавшей участвовать в зарубежной выставке, вместе с экспертом проверили предварительную работу по подготовке, успешное введение переговоров на выставке, составили списки потенциальных клиентов, провели предварительные посещения возможных объектов за месяц до выставки. И это было бы невозможно без нашей поддержки. Особенно для тех компаний, которые впервые собираются выходить на экспорт, самое важное – это предоставлять нужную информацию. Для этого существуют комплексные программы. Я, может быть, очень коротко сказал, но лишь часть нашей работы я представил в своем докладе. Большое спасибо. Я надеюсь, что этот опыт сопровождения практически в ручном режиме проектов японских экспортеров, который успешно реализует джетро, станет золотым стандартом, в том числе для РЭЦа, и каждый российский экспортер также получит возможность продавать свою продукцию, в том числе на рынке Японии и в том числе на рынке Китайской Народной Республики. И я бы хотел услышать комментарии господина Хуан Джиджана, который представляет партнера нашего Иксара, крупнейшую компанию в этой сфере, Синашур, которая добилась значительных результатов, которые мы видим в том числе по структуре китайской экономики и объему экспорта из Китайской Народной Республики. Господин Хуан Джиджан, пожалуйста. Спасибо, большое, председатель. Я очень рад принимать участие в этом форуме. Экспортные компании, которые я представляю, Саншуз, представляет весь Китай. Китай очень большой экспортер. И инвестиции в этом плане, и политика Китая, и политика китайского правительства, в общем-то, совпадает с политикой России. Надо через банки всячески стимулировать экспорт. И, соответственно, была основана специальная экспортная компания, которая осуществляет экспорт и помогает увеличивать экспорт разных товаров из Китая. Поэтому сейчас приблизительно экспорт, который составляет около 400 миллиардов долларов, это уже некоторые структуры получают официальную поддержку, государственную поддержку. Если мы обратим внимание на тот опыт, который накоплен в течение 14 лет, то опыт последних лет как раз хотелось бы со всеми поделиться именно прежде всего этим. Самое главное, что правительство прежде всего оказывает поддержку и гарантирует определенные, специальные, своим курсам гарантирует определенного рода помощь всем компаниям и гарантирует определенного рода инструменты этой помощи. Поэтому мы увеличиваем капитал и капитализацию таких компаний. Она уже достигла 5 миллиардов долларов. Поэтому китайское правительство все время принимает участие в разработке и коррекции курса, экспортного курса китайского правительства. И Китая в этом плане имеет полностью всю информацию, которая касается экспорта, и оказывает всемирную поддержку. Это очень важный фактор. Поэтому китайское правительство может одновременно кооперироваться и соответствовать потребностям китайских экспортеров. Поэтому та поддержка, которая исходит из китайского правительства, она крайне важна. Второе, чем я хотел бы поделиться, это, что касается тех инструментов, которые есть, прежде всего необходимо создавать стоимость. Мы, основываясь на потребностях наших клиентов, куда идет наш клиент, куда хочет прийти наш клиент, какую потребность имеет наш клиент. Мы, самое главное, удовлетворяем потребностям клиента. Поэтому кроме предоставления некоторых коротких гарантий, кроме некоторых финансовых гарантий, гарантий инвестиций, кроме этого предоставляются еще услуги выступления определенных банков как гарантов. Поэтому те сервисы, которые требует клиент, мы все эти вещи с необходимостью предоставляем, также повышает добавленную стоимость продукта. Поэтому мы всячески исследуем те страны, которые являются предметом экспорта, куда направляется экспорт. Поэтому мы все время обращаемся в соответствующие оценочные центры и аналитические центры, чтобы они нам рассказали структуру тех стран, которые заинтересованы в импорте из Китая, как с ними взаимодействовать, какая у них структура, кто является нашим партнером. Поэтому эту информацию мы также предоставляем китайским экспортерам, помогая им гарантировать соответствующий уровень сервиса и в то же время аналитическую работу. В то же время мы нашим представителям и новым клиентам, те клиенты, которые, так сказать, только начинают работу на этом рынке и малым и средним предприятиям. Обычно они, конечно же, экспортеры, которые к нам обращаются, они обычно не имеют опыта работы на международном рынке. Поэтому мы им предоставляем определенный, четко установленный набор услуг, который позволяет им выйти на международный рынок. Не только появляется у них желание выйти на этот рынок, но и конкретные возможности, которые они при помощи этого могут способствовать, чтобы Китай единым образом был представлен на экспортном рынке. Третье, с чем я хотел бы поделиться, мы основали широкую общую ассоциацию по сотрудничеству с международными организациями. Поэтому мы с разными экспортными организациями и в глобальном рамках организуем сотрудничество. И с основными банками Китая и всеми банками, которые участвуют в международных операциях, которые сами вышли на международный рынок, с ними организуем полное сотрудничество по всем направлениям. Это уже около 200 таких финансовых структур, которые мы создаем специальные каналы общения и каналы связи, благодаря которым мы можем регулярно с ними взаимодействовать. Кроме этого, мы со всеми глобальными информационными структурами, информационными центрами сотрудничаем, обеспечивая то, что мы получаем всю надежную информацию и ценную информацию со всего мира. Посредством этого сотрудничества мы можем своим клиентам предоставить высококлассную и ценную помощь. Поэтому это те три основных момента, которыми я хотел бы поделился. Первое – это поддержка правительства. Очень важно. Второе – это предоставлять клиентам хорошую помощь. Это очень важно. Третье – надо сотрудничать со всеми глобальными организациями. Спасибо. Большое спасибо. И действительно, опыт Китая, где почти четверть экспорта получает поддержку, так или иначе, это, наверное, лучшая практика, которая сейчас есть в мировой экономике. В России пока Эксар, даже если убрать газ и нефть экспорт, которые, может быть, не требуют такой пристальной государственной поддержки, поддерживают чуть более 1% экспорта, то есть нам, безусловно, есть к чему стремиться. А ведь вопросы финансирования являются ключевыми, наверное, для большинства присутствующих и не присутствующих здесь компаний-экспортеров. Поэтому я бы хотел предоставить слово господину Сакихате, президенту Хоккайдо-банка, одного из крупнейших региональных банков Японии, который прилагает большие усилия для активизации работы японских компаний на российском рынке. Господин Сакихате, вам слово. Спасибо. Меня зовут Сакихаче. Я являюсь президентом банка Хоккайдо. Хоккайдо расположен на самом севере Японии, ближе всего к России находится. И банк Хоккайдо опирается в своей работе именно на этот регион. И наш банк в августе 2009 года организовал представительство в Южно-Сахалинске, а в марте 2014 года организовал представительство в Владивостоке. И среди банков японских, которые имеют представительство на Дальнем Востоке, единственный наш банк только. И в Японии Хоккайдо климатически очень близок к Дальнему Востоку. И для того, чтобы объединять и содействовать экономическим связям, человеческим связям, мы занимаемся сбором информации и поддержкой импорта, экспорта. Сегодняшняя тема, как поддерживать российские компании, выходящие на экспорт. Я хотел бы сегодня по-другому поставить вопрос и рассказать, как мы поддерживаем японские компании, какие формы поддержки оказывает банк Хоккайдо. Особенно, я думаю, что при размышлении о том, как организовать экспорт российской продукции, это было бы полезно. Хоккайдо очень имеет большие преимущества с точки зрения технологий для холодных регионов. Кроме того, прекрасные ресурсы в области производства продуктов сельского хозяйства, туризма и других. И вот мы поддерживаем наши компании в предоставлении информации относительно этих возможностей. Вот что касается сельского хозяйства. Мы организуем на Дальнем Востоке на основе СПС российской компании крупномасштабные тепличные хозяйства для овощеводства. В Сахалинской области наши компании предоставили бесплатно два небольших тепличных комплекса для компаний, хотящих начать здесь работу. В Амурской области мы на примерно 400 гектарах провели опытное выращивание сои и кукурузы. И мы стремимся для наших компаний открыть новые пути, новые возможности для продажи и покупки продуктов. Прежде всего, это Россия, Дальний Восток, Китай, азиатские страны. Однако частные компании в одиночку часто не могут выйти на внешний рынок. У них не хватает для этого сил. И особенно в тех районах, где нет родственных им компаний из этой же страны. Например, в Азии и в Китае других японских компаний много, а на Дальнем Востоке России их очень мало. И поэтому мы должны подталкивать, поддерживать наши компании в их выходе на рынки. Поэтому мы прежде этих компаний выходим на эти рынки, организовали здесь представительство и помогаем компаниям создать контакты. В конкретном плане мы предоставляем информацию и также помогаем коллегам из бизнеса организовать непосредственное общение, непосредственные встречи, чтобы вызвать взаимный интерес и поддерживаем такую деятельность. То есть это форма матчинга. И наше представительство в этом плане является опорным пунктом развития связей. На Дальнем Востоке созданы торы и свободные зоны порта Владивосток. Это очень интересные начинания. И я думаю, что для этого одновременно с формированием инфраструктурных проектов очень важно развивать внешние выходы. Для этого нужно помогать. Мы готовы поддерживать наши компании, которые готовы инвестировать на Дальний Восток. На российском Дальнем Востоке, помимо энергетических ресурсов, масса привлекательных, богатых ресурсов. На Сахалине это морские ресурсы. Кроме того, это бескраничные лесные ресурсы, прекрасные сельскохозяйственные продукты из плодородных земель. И если этим ресурсам добавить прибавочную стоимость и сделать их степенью высокой обработки, это будет очень полезно. Спасибо большое. Большое спасибо. Ну и, наверное, логично будет передать слово вашему коллеге, представителю банковского сектора, нашего крупнейшего банка, господина Иванова, представляющего Сбербанк. В части работы Сбербанка именно с Иксаром, торговым финансированием экспортеров и вообще планом по развитию именно этого направления вашей деятельности. Возможности коротко. Спасибо. Коллеги, я считаю, что эта дискуссия в таком высоком экспертном сообществе очень важна сегодня. Мы должны быть откровенны и реалистичны. Поддерживать национальный экспорт в условиях, когда половина экспортеров находится на санкционных списках, очень непросто. В этой связи, конечно, роль Иксара существенно возрастает, поскольку Иксар предоставляет возможность смотреть и брать на себя риски очень разнообразных тех стран, которые в других условиях коммерческие банки брать на себя не готовы. Мы приветствуем быстрый переход Иксара от оргфазы к реальной работе. Мы приветствуем впечатляющий темп динамики введения новых продуктов. Сегодня мы говорим о том, что наряду с предэкспортом для машиностроения необходимо посмотреть на предэкспорт и для других отраслей лесопереработки, зернового хозяйства. Необходимо сделать более гибким и быстрым механизм увеличения страхового плафона в случае проведения мега-сделок под покрытие Иксар и так далее. Однако ключевым вопросом сегодня является вопрос стоимости фондирования, cost of funds. И в этой связи я хотел бы призвать присутствующих здесь высоких представителей нашего государства способствовать быстрому и эффективному внедрению инструмента рефинансирования и субсидирования процентных ставок со стороны ЦБРФ по аналогии 112 ФЗ. И последнее. Я говорю о том, что очень важным условием для успешной поддержки экспорта является стабильность. Стабильность правовой структуры, правовых рамочных условий, стабильность информационного поля. Сейчас, к сожалению, наблюдаются некоторые негативные тенденции в этом направлении. Например, возникает дискуссия вообще о будущем федеральной таможенной службы. И что же теперь всем экспортерам надо срочно переделывать свои внутренние документы обороты, искать новых партнеров, заново выстраивать взаимоотношения с иными государственными органами, которые предполагаются выполнять функцию таможенного комитета. вбрасываются в дискуссию вопросы об ограничении движения капитала, об увеличении обязательной доли экспортной выручки. Может быть, это все-таки как-то более четко координировать из общего центра, с тем, чтобы у экспортеров была уверенность в своем бизнесе и возможность планировать на много лет вперед. Сбербанк был и остается надежным партнером Эксар. Вот здесь документ, где 32 проекта на 4,5 миллиарда долларов, которые мы обсуждаем с нашими партнерами в Эксаре. Мы готовы их реализовать в ближайшее время. Спасибо. Большое спасибо. У нас осталось не так много времени, но я все равно считаю, что стол не будет, не раскроет свою задачу, если мы не услышим наших следующих спикеров. И первым я попросил высказаться Андрея Сергеевича Никитина, генерального директора Агентства стратегических инициатив. Сегодня очень многие коллеги говорили о том, что в разных регионах условия для экспортеров разные. И где-то практики, которые устраивают экспортеров, применяются, а где-то нет. Мы знаем опыт внедрения региональных стандартов инвестиционного климата, в рамках которого мы выровняли или приложили усилия для выравнивания условий ведения бизнеса во всех субъектах Российской Федерации с постоянным повышением планки через внедрение лучших практик регионов-лидеров. Расскажите, Андрей Сергеевич, чем вы видите, где вы видите точки роста для российских экспортеров? Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Добрый день, коллеги. Первое, что приходит в голову, мне кажется, что у нас в несырьевом секторе очень много компаний, которые могли бы быть экспортерами, ими не являются. То есть не рассматривают для себя экспорт как стратегию. То есть таких компаний много в регионах, то есть экспортеров у нас очень немного несырьевых на самом деле. И мне кажется, что региональные власти сейчас озабочены вопросами роста малого бизнеса и так далее. Конечно, наверное, стоило бы подумать над тем, чтобы региональные власти подключились, не побоюсь этого слова, к пропаганде экспорта как способа развития бизнеса. То есть нам нужно больше несырьевых компаний-экспортеров. Это не должно быть уделом узкой массы каких-то наиболее продвинутых. И здесь, конечно, та просветительская работа, которую Эксар делает, я знаю, и она должна быть максимально усиленной и скоординирована с тем, что делают сегодня губернаторы. Вообще, в целом, очень многое из того, что сделано сегодня Петровым Михайловичем Фродковым, это сделано в рамках дорожной карты по поддержке и развитию экспорта национальной предпринимательской инициативы. Сегодня, мне кажется, есть две задачи, которые вытекают из того, что сделано. Первая задача в этом году – мы должны закончить принимать все изменения в рамках национальной предпринимательской инициативы. Дорожные карты должны быть исполнены с точки зрения нормативных актов. И я бы хотел публично, может быть, сейчас попросить коллег из «Деловой России», нам нужно будет серьезно посмотреть, отчего мы не сделали в рамках национальной предпринимательской инициативы, где вот в том числе, о чем говорил Олег Месевра и так далее, где те барьеры, которые еще остались, и понять, что мы с ними должны будем сделать. То есть вот это нам предстоит такая большая задача на осень. А второй вопрос. Мне кажется, что вся необходимая инфраструктура для поддержки экспорта, она сегодня сформирована. Настало время начинать ее активно тестировать в работе. И здесь, мне кажется, очень велика роль как больших деловых объединений, таких как «Деловая Россия», «Опора» и так далее, так и отраслевых союзов. То есть инфраструктура есть, давайте теперь по отраслям смотреть, как эта инфраструктура может быть применима к той или иной отрасли. Сидит Андрей Даниленко, молочный союз. Вот у нас в свое время и в Сибири молочные продукты экспортировались по всему миру. Интересно, сегодняшняя инфраструктура поддержки экспорта сможет помочь Андрею и его компаниям, компаниям, которые входят в союз, заняться экспортом? Мне кажется, сейчас настало время такого серьезного диалога между структурами единого экспортного центра и отраслевыми союзами. Вот, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Андрей Сергеевич. Сегодня уже у выступающих звучало то, что в ряде ситуаций справляться самостоятельно с административными барьерами экспортерам трудно. И когда трудно, они обращаются к уполномоченному по защите прав предпринимателей. И сегодня он с нами. Борис Юрьевич. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Действительно, институт уполномоченного работает тогда, когда уже есть проблема. И, в общем, сегодняшняя дискуссия, особенно то, что мы услышали от экспортеров, она отражает, в общем, и структуру обращения ко мне в целом, то, что касается экспорта. Конечно, на первом месте таможня. Все проблемы конкретные связаны с конкретными грузами, с определением таможенной стоимости. Ну и многие-многие бюрократические вопросы, которые возникают в рамках таможенного оформления. Конечно, это НДС и возврат НДС, стыковка ФНС и ФТС, которая так же состоит сегодня на первый план. Ну и в последнее время это, конечно, ФАС, который пока еще не вступил серьезно в дело, но, тем не менее, угроза висит над всеми экспортерами с точки зрения определения цены экспортного товара. Всем этим мы занимаемся. Должен сказать, что мы эти вопросы ставили и прямо перед президентом, и многие здесь присутствовали, когда мы ставили эти вопросы, связанные с экспортом, и поддержку поддержали от Андрея Рымовича по многим вопросам. Мы изложили это и в докладе президента, который мы вот уже второй президенту вручили. Сейчас мы работаем с правительством, и надо сказать, что работа – это идет, но очень тяжело идет. Сама система у нас сложная. Сейчас мы работаем на стадии определения поручений правительства. Вот только что провели такое заседание межведомственное в правительстве, и там как раз по таможне обсуждали вопросы. И вот как раз ФТС и ФНС обсуждали там, таможня пока не очень идет на это. Но, тем не менее, поручение такое будет сформулировано председателем правительства именно на эту тему. Поэтому, конечно, все непросто, но постепенно и в каждом отдельном случае, уже в рамках системных проблем мы продвигаемся вперед. И, в общем, это радует. Так же, как радует то, что сегодня у нас действительно создаются институты поддержки экспорта, потому что, в общем, мы сейчас ликвидируем ту огромную совершенно задолженность перед предпринимателями, которые мы имеем, потому что мы, в общем, создаем те институты, которые в других странах были созданы очень многие годы тому назад. И все мы работали и с Гермесом, и с итальянскими институтами развития. К сожалению, таких институтов не было у нас, или они практически не работали. И вот то, что сегодня происходит, это очень положительный факт. И тем более, с моей точки зрения, очень правильно их объединить в единый центр, потому что тогда эта работа будет скоординирована. Только очень правильно выстроить эффективность этих институтов. Вот вы говорите, что Китай поддерживает или финансирует, это Алексей сказал. Импортера нет, он поддерживает экспортера. Я имею в виду импортера заграничного, он дает деньги только своим компаниям. Ну или поддерживает банки. Но хотел еще все-таки на одном обратить внимание, и вот так же ссылаясь на выступление нашего китайского, товарища, коллеги, который в общем представляет институт развития, но на первое место из всех форм поддержки поставил именно поддержку правительству. И я думаю, что вот здесь у нас, к сожалению, пока мало чего делается, потому что вот такие институты, как курсовая политика государства, вот создавая институты поддержки, это в общем очень важная вещь, но это инфраструктура экспорта. Если нет, как бы, нету самой сути прибыльности, доходности в экспорте, нету спроса на твой экспортный конкурентоспособности твоего товара на внешних рынках, не будет, никакие институты уже не помогут. Поэтому, конечно, правительство должно создавать среду, которая была, стимулировала бы экспорт. И то, что касается курсовой политики, вот сколько времени мы держали, в общем, завышенный курс. Сейчас так случилось, что этот курс серьезно понизился, но вот сегодня главное для правительства не обратно, не стимулировать его возврат. Поэтому курсовая политика, таможенно-тарифная политика, вот один пример с деревообработкой, с этим сектором, когда мы создали практически, опять же, ссылаясь на Китай, огромную промышленность по переработке древесины прямо на границе с Российской Федерацией, потому что мы стимулировали экспорт круглого леса. И таможенная политика в этом смысле играла бы ключевую роль. Поэтому, конечно, первую скрипку должны играть системные меры правительства, и на этом надо сегодня сконцентрировать внимание. Спасибо. Большое спасибо, Борис Юрьевич. Ну, я предлагаю сейчас уже в качестве краткого, с каким-то резюме услышанного, сказанного за круглым столом, завершить нашу дискуссию помощнику президента Российской Федерации Андрею Ромичу Белоусову. Ну, в преддверии хочу сказать, что все темы, которые сегодня мы не успели обсудить, но которые требуют обсуждения, мы точно сможем подробно весь день обсуждать 21 октября в Москве на специальном мероприятии, посвященном развитию экспорта, который будет проходить под эгидой РЭЦ в Центре международной торговли. Андрей Иванович, по словам. Спасибо. Если можно, резюме не буду никакое произносить. Значит, я начну с того, что есть простой парадокс. Был целый ряд исследований в разных форматах исследований конкурентоспособности российских предприятий, и вот эти все исследования показывают, что у нас есть тысячи предприятий, которые производят продукцию по цене, по соотношению цена-качество вполне конкурентоспособны по мировым критериям. И при этом эта продукция на мировой рынок не попадает. Почему? Во-первых, в подавляющем случае эти потенциальные экспортеры, компании, они просто не знают, каков алгоритм выведения продукции на мировой рынке. Процентов 80 вопросов компаний просто этого, просто не имеют даже близко, они даже не то, что информации не имеют, они даже не знают, где эту информацию взять. Во-вторых, если компании представляют, хотя бы в их чертах, такой алгоритм, то они просто не имеют необходимых компетенций для того, чтобы весь этот путь пройти. Не секрет, что страны, особенно страны развитых стран, европейские страны, они защищают свои рынки не с помощью таможенных пошлин, а с помощью технических барьеров, санитарных, фитосанитарных барьеров и так далее. И прохождение этих барьеров требует очень изощненной техники сопровождения. Компании не знают, не имеют компетенции ни в сертификации своей продукции, ни в создании системы послепродажного обслуживания, а без этого вывести продукцию на меру рынка практически невозможно. И в-третьих, российские компании не имеют, как правило, даже близко того набора инструментов, не только финансовых инструментов, но и информационных инструментов, информационной поддержки, помощи в подборе партнера, которыми обладают наши западные коллеги и восточные коллеги, кстати сказать, наши конкуренты на мировых рынках. И всё это ведёт к тому, что, как уже было сказано, объём машиностроительного экспорта России составляет просто постыдно низкую величину, причём величину, которая практически не увеличивается за последние годы. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела стоит в управлении этим процессом. Нам ещё от Советского Союза досталось в наследство, я считаю, очень мощное конкурентное преимущество, это сеть торговых представительств, которая есть в более чем 50 странах. Я могу сегодня сказать, что за редким исключением торговые представительства сегодня не работают на поддержку экспорта. Просто в силу того, что у нас нет или очень неразвита система управления этими процессами. Достаточно сказать, что до сих пор мы не разобрались, у нас вообще за поддержку экспорта какое министерство отвечает. То ли это Минпромторг, то ли Минэкономразвитие, я сам не понимаю, честно скажу. А это приводит, знаете, вот журналистов здесь почти нет, к парадоксальным вещам. Вот у нас с помощью больших усилий, больших трудов два года назад мы, значит, добились того, что из бюджета выделили некую очень маленькую сумму, очень маленькую сумму в размере, по-моему, трех миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам. Знаете, сколько времени одно уважаемое министерство выпускало порядок для того, чтобы эти субсидии можно было выдавать год. Вот год у нас министерство выпускало постановление, соответствующее постановление правительства. Значит, вот так мы работаем. Значит, что здесь, что с моей точки зрения надо сделать? Ну, во-первых, нам надо действительно запустить РЭЦ. Я не согласен с тем, что мы создали систему поддержки экспорта по той простой причине, что, да, она в принципе формально существует, но эта система поддержки экспорта ориентирована только на крупные и сверхкрупные компании. Вот я спросил у коллеги Тюпана, насколько у них клиентский портфель в Эксаре 200 компаний. Эксар у нас сколько лет работает? Три с половиной года. Три с половиной года. Вот за три с половиной года Эксар, который с самого начала, хочу это подчеркнуть, замыслился как институт, который будет работать на массовых экспортерах, нарастил свою клиентскую базу аж до двухсот компаний. Но это о чем-то говорит, да? О том, что у нас прежде всего система массовой поддержки экспорта ориентирована на крупных компаний. Я сейчас даже не беру малый бизнес и средний, даже хотя бы на крупные компании. Их у нас больше сорока тысяч. Значит, у нас это мы не сделали. Значит, надо запустить РЭЦ и одновременно создать очень жесткую систему оценки деятельности РЭЦ со стороны клиентов. Клиенты ориентированы, я сам этим займусь, Петр Михайлович, ладно? Создать вам такую систему, чтобы это не только KPI и ваша зарплата, но вообще она все должна пронизывать. Клиенты ваши, потенциальные клиенты и актуальные клиенты должны оценивать работу ваших коллег и вас в том числе. Второе, надо, конечно, безусловно, расширить круг и объем инструментов поддержки экспорта. У нас сейчас суммарно, наверное, весь объем субсидирования экспорта составляет, я думаю, что немногим больше 10 миллиардов рублей, что абсолютно недостаточно даже по сегодняшним меркам. Я уж не говорю про расширение этих механизмов. Есть просто ниши, которые вообще ничем не заполнены. Мы говорим про предэкспортное кредитование, у нас вопроса нет. У нас нет системы предэкспортной поддержки, у нас нет системы поддержки, более-менее целенаправленной поддержки сертификации продукции, за исключением отдельных элементов. У нас нет системы поддержки послепродажного обслуживания. Это всего, вот как класса у нас, нет таких инструментов, нет таких институтов. Это все надо создавать, несмотря на известные финансовые ограничения. Третье, нам надо, конечно, завершить систему реформирования, реформирование системы торг-прест. Где-то примерно два года назад Минэкономразвитие начал такую реформу. Она привела довольно ощутимым результатом. Кстати сказать, были запущены механизмы оценки клиентаориентированности торг-прест. Я вам скажу, что они дали очень большие результаты. У нас в Минэкономразвитии где-то порядка ста компаний, это крупные, как правило, крупные, крупнейшие компании, пользуясь этой системой. И каждая из этих компаний давала оценку, в каждом конкретном случае давала оценку торг-преста просто по пятибалльной шкале. Оценку торг-преста, значит, как она, как сработала торг-преста в том или ином случае. После того, как я чуть не уволил бразильского торг-преста за то, что он получил тройку от одной из компаний, я вам скажу, что что-то такое произошло в этой среде наших торг-прест. И очень быстро как-то такой произошел разворот. Вот это все надо нам продолжить обязательно. И, конечно, торг-преста действительно должны все больше и больше приближаться по своим функциям к торговым домам. Я знаю, что не у всех коллег в правительстве такая точка зрения, но мне кажется, что вот это все верно. И, наконец, четвертое, я здесь абсолютно согласен с тем, что сказал Андрей Сергеевич, нам нужно все-таки еще раз вернуться к инвентаризации барьеров и налоговых, и неналоговых, которые у нас сегодня имеют место. Мы не понимаем, нам мировой банк в рамках этих «Думбизнес» ставит 21 день цикла прохождения экспорта. Мы не понимаем, из чего это 20 дней складывается до сих пор, несмотря на то, что уже выполнили, можно сказать, дорожную карту по поддержке экспорта и уже новую редакцию ее, значит, придумали. Вот Петр Михайлович возглавляет рабочую группу, да, успешно выполнили, да, дорожную карту? Почти. Много не сделано, но хорошо. Значит, еще есть над чем поработать. Есть некоторые вещи, которые у нас тянутся, но я не скажу из года в год, из месяца в месяц. Вот эти все разговоры про возврат НДС для экспортеров и про деятельность, про известную, значит, инструкцию, или точнее методику федеральной этим монопольной службы, о которой Борис Юрьевич говорил, были оформлены в виде, вот эти вопросы, я имею в виду, проблемы, были оформлены в виде поручений правительства в феврале месяца. Вышло поручение Шуала. Значит, второй раз эти все темы возникли на питерском форуме, уже вот в формате встречи с бизнесом, которую готовил Борис Юрьевич, и там были данные поручения. Я вам скажу, что до сих пор эти вопросы не решены. Правда, мы получили развернутую аргументацию наших уважаемых ведомств, почему надо делать именно так, а не как-то иначе. Например, Федеральная налоговая служба мне объяснила, какие схемы ухода от налогов существуют с использованием вот этого, значит, если сделать ушкоренную схему возвратной НДС экспортерам, которые получают по новой ставке. Ну, понятно, что на самом деле здесь есть правда определенная, действительно существуют такие схемы, но понятно, что если мы в этом направлении не двинемся, то и не двинемся. Но я вам должен сказать, что опыт работы по национальной предпринимательской инициативе показывает, что бюрократически, только находясь в рамках административных процедур, административных алгоритмов, эти проблемы решить нельзя. Поэтому я вам всем предлагаю помочь Петру Михайловичу Фродкову и его рабочей группе в рамках реализации дорожной карты эти вопросы решать. Чем больше народу экспортеров будет участвовать в этой работе, тем быстрее мы все вместе их решим. Спасибо. Коллеги, всем большое спасибо. Поскольку уже начинается следующий стол, я всем желаю успешного продолжения Восточного экономического форума и успехов. Спасибо.